МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задания выказывают уполноваженные и что пропонуют сами делегаты. Ведая Олег Синтероу. 350 миновитостоки делегатов представить Гомельскую область на 5-м Себелорусским народном сходе. Представительство непосредственно 90 человек. Их кандидатуры повинны назвать тысячи уполноваженных от всех представительных коллективов города. Представители органов улада и предприемства, деятели науки и культуры, работники сферы охоты здоровья и специалисты научных установок на усебелорусский народный сход вылучаются делегаты от усих сверхнародных господарки. Такое представительство отлумачивается необходностью обмеркования вельми широкого колопытания. И перш за все, необходно подвести выники развития краины за последние 5 годов и вызначить планы на новую пятигодку. Уже все лето необходно передолить негативные заявы у экономицы, в связи с чем вельми вероходно спотребятся певные коррективы деящего законодавства у тимнику для предприемств-экспортеров. А может быть рассмотреть какие-то вопросы именно касающиеся наших белорусских предприятий? Возможно ли для нас какие-то программы, которые позволили бы нам представлять свою промышленность более на благоприятном рынке? За минулую пятигодку в Беларуси створены неотрены подморок для дальнейшего развития. Непосредственно у Гомели в этот период означалась остановочая динамика работы промыслового комплекса. Вырублена продукция больше как на 140 триллионов рублей. Экспорт повележився на 85% и досягнул 12 миллиардов долларов. Разом с ним есть проблемы, которые не выражаются протяглый час. Одну из их – у послания белорусскому народу и национальному сходу, а гучу президент краины. Необходно навести парадок в медицине и перш за все – зарабить больше эффективную работу поликлиник. Сегодня для этого есть усе махчимости. За счет электронного рецепта, за счет электронной карты амбулаторного больного, ну и за счет теперь же информационной системы настолько развитые, что и по скайпу можно получить какую-то консультацию от врача, не сидеть в очереди в поликлинике. У историчном масштабе пять годов невеликое мгнение, а ей за такие часы можно узмаснить краину и разбурить ее. В прошении пятого Всебелорусского народного схода вызначить курс социально-экономичного развития державы на ближайшую пятигодку, якими и они будут залежать от кожного делегата. От того, насколько взвешено будут приниматься решения на собрании, зависит, напрямую зависит во многом, и то, какими темпами, как будет развиваться наша страна и по каким направлениям. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У Светлогорску организуется вытворшись вискозного штапельного волокна. У «Гомеля» будут рабить перфорированные металличные листы. Это только малая шастка договору и погоднению об супрацовнестве, которые будут подписаны с белорусскими и замежными инвесторами по часу 13-го Гомельского экономичного форума. Этот форум, не глядячи на огромное, не просто экономичное становище, обьяцая быть самым масштабным. Как означали у Комитета экономики, бизнесмены зараз шукают новые рынки и шляхи перепрофилирования тимодернизации предприемствов. У делу в Гомельском экономичном форуме приймуть больше за 600 человек, а май с 30 краин света. Ранее огромная колькость у денег удосягала 500. Рекорд будет поставлен и по уделе замежных партнеров. До того же першиню текавость до форума выказали Аустры, Ирланды, Кыргызстан, Узбекистан и Хорваты. У нас будет принимать впервые участие две очень крупные делегации. Одна из Чехии, 55 человек. Среди них 35 – это бизнесмены, заинтересованные в экономическом сотрудничестве с Гомельской областью. И возглавлять эту делегацию будет министр промышленности и торговли Чехии, Младык Яну. И вторая делегация, тоже у нас такой крупной никогда не было, это международные диаспоры белорусов. Приеде у Гомеля делегации сирийской провинции Хомс, у якой знаходится знакомитая Пальмира. Простойники этой территории выказали готовность не только до подписания погоднения о псабровстве и супросовнестве, а также до работы с нашими будовничными организациями. Основный акцент, как и ранее, будет сделан на промысловость. Дякую, что по передним форумам у экономика региона было притягнуто больше 1,5 миллиарда долларов. Зараз 11 подписанных подчас пленарного посяджения договора и погоднению дадут яше 300 миллионов. Очень интересный проект с Российской Федерации будет. Это строительство и создание системы регистрации транспортных средств и обустройство границы нашей с Украиной. То есть это упростит и проезд, ускорит, и все будет автоматизировано. Усяго Гомель подрыхтовал для инвесторов около 150 пропанов, больше за 200 участков, утымлику для организации вытворчасти и амаль 150 объектов нерухомости. Засталося только заховать добрую традицию по передних форуму и максимально затекавить инвесторов. Вольга Вальченко, Игорь Марышченко, Телерадио, компания Гомель. Цекавость до 13-го Гомельского экономичного форума выказываются у дельники Международного чемпионата молодцы и предпринимательства, который начался сегодня в областном центре. Свои бизнес-проекты сюда привезли около 150 человек из Беларуси, России и Украины. Ся рот у дельников у членов журы чемпионата – предпринимательники, студенты и выкладчики. Миноваты для их и были проведены пешие мероприемства – мастер-классы, деловые гульни и круглые столы. Основная тема – выучение лепшего сусветного опыта в сферы бизнес-эдукации и практика, ориентованная на вышание молодцы. Это в уголе одна из главных задач Международного чемпионата молодцы и предпринимательства. Долучение студентов до реальной практичной деятельности и выполнение ими только таких бизнес-распроцовок, которые будут запотребованы в разных экономиях экономики. Обращается внимание на то, чтобы проекты были реализованы и проекты были по заказу бизнес-сообщества. То есть на практическую значимость деятельности студенчества. У Гомеля отбылося ушановывание коллектива улепших предприемств у организации Центрального района. Все лета он признанный лепшим администрационным районом города и занесенный на областную дошку гонору. С этой нагоды переходя шестях к керевнику администрации района Андрею Горбачову урушил старшиня Гарвы Конкама Петр Киришенко. Предприемства организации Центрального района в минулом году выработали продукции на сумму свыше 3 триллионов 200 миллиардов рублей. Значный прирост достигнутый по экспорте товаров и послуг. Заработная плата увеличилась на 11%. Активно развивается и приватный сектор экономики. На территории района зарегистрировано больше как 4,5 тысячи юридичных особ и индивидуальных предприемальников. Усех, кто достигнул добрых выников в своей праце за минулый год означены дипломами. До других тем. Сотни людей отгукнулися на заклик об допомоге двухгадовому Матвею Курбека. У хлопчика тяжкая природженная урологичная патология. На операцию потребуется велизарная сумма, собрать якую самостоянно батьки не в силах. Как допомогшим, у Гэтым белорусские артисты дали у Гомельским ГЦК доброшинный концерт. Про великую боротьбу маленького человека сюжет Ганны Ковалевой. Матвей народился 8 мая 2014 года. Малому адресу поставили до Ягнас экстрафия маршавого пузыра, тотальная эписпады. Гэта наибольш тяжкая природженная патология в аурологии. Уже на четвертый день життя хлопчик перенес первую операцию. Потом был тыдень у реанимации и зноу операцийный стол. Зараз стоит пытание об третьей операции провести, якую готовые сербские урачи. Головное пирожкода на шляху до здоровья неподъемный для батьков кошт лечения – 12,5 тысяч евро. С самого начала было очень сложно, было очень тяжело, очень трудно, потому что не осознавалась вообще сама ситуация, то есть как это, что вообще, что дальше делать, как это будет для ребенка. Он маленький, еще все-таки ребенку два года, вот только 8 числа исполнилось, но, несмотря на это, вот я всегда к нему отношусь, что он такой большой мужчинка, потому что он все переносит стойко, никаких слез, никакой паники, истерики. Усаковику сербская клиника дала отказ, и маму Матвия выросла, что як бы там ни было, сберы потребную сумму. На чужую бяду пошали отлукаться зусим незнаемые люди. За некольки месяца удалось и собрать 6,5 тысяч евро. Наблизить лишь, будто потребные, выросшили допомогшие белорусские артисты. У Гомельским городским центры культуры с этой нагоды отбылся доброченный концерт. На сцену вышли удельники ведомых белорусских и замерзных телепроектов, представники модельной сферы и многие иншие. Каждый раз, когда каким-то образом я слышала о том, что проходит благотворительный вечер, я всегда только за выступление, неважно в каком городе. Приехали сегодня из Минска, и для нас совершенно неважно, в каком бы городе такое мероприятие проходило. Мы всегда рады приложить как-то руку к мероприятию, вообще к сотворению какого-то добра, поэтому я считаю, что все должно получиться. У всех этих людей в этот вечер выступали бесплатно. Гроши от продажи квитков будут перелешены на доброченный рахунок Матвея. До речи у себя за некольки годин удалось собрать омаль тысячу евро. Операция отбудется с 6 вересня этого года. На переде еще некольки месяцев, а это значит, у маленьких Матюши есть все шансы стать здоровым. Да помочь детям можете и вы перелечившие гроши на рахунок, який зараз видите на своих экранах. Я не ожидала, что можно встретить вообще таких, настолько таких людей, которые готовы так помогать. Хочу выразить большую благодарность всем, кто распечатывал, всем, кто помогал со всеми благотворительными концертами, акциями. Хочется именно каждого благодарить. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель». Одразу два юбилея у одном концерте. Менавито таким чином Гомельская филармония вырошилась девить своих ледошоу. Десяти годзе продюсерского центра «Артбиз» и 75-ти годзе головного песняра Беларуси Владимира Мулявина означали на сцене Гомельского областного драматичного театра. Во весь голос так называлась концертная программа. Убашить я еда вялось и нашим корреспондентам. Александр Дюбянкоу пришел в продюсерский центр Гомельской филармонии ровно 10 годов тому. Это зараз юнкера уникурта Барнео. А тогда, в 2006 году, не сподевался на такий поспех. После сотрудничества с продюсерским центром мы стали плотно выступать, ездить на разные конкурсы, фестивали международные. Это Еврофест, который проходит «Артборное Евровидение Беларуси». Это «Новая волна». Мы тоже участвовали в отборе, проходили до полуфинала. Также международный конкурс патриотической песни «Катюша». Мы в Россию ездили, где заняли первое место. А починалася гомельская фабрика «Зорок» таким чином. Был задуманный уникальный проект – знайсти новые имены и вывести их на великую сцену. Уже добровядомый и не як забытый заклик «Алло, мы шукаем таленты» был почутый. Незличенное множество молодых людей пришли на кастинг у чеканий, что их раскрыть. Однако добиться поспеху и популярности на ниве эстрады сдолили немногие. Те, кто застался и пройшел кастинг, отримали макшимость почать работу с командой профессионалу, якую собрала у той час Ирина Пыркова. Изначально работа продюсерского центра строилась на базе оркестра, на базе нашего оркестра «Филармония». И под светлое имя оркестра мы привлекали молодые таланты со всей области, которые могли бы попробовать себе на сцене с нашим эстрадосимфоническим оркестром поработать. Тогда был целый проект «Молодые таланты гомельщины». Тяпер юз гонор за поспех, який был просто ошеломляльным. Юные артысты у дельники шматликих международных и республиканских конкурсов. Продюсерский центр выгодовал уже немало популярных артыстов, які супрацовничают з'ем и сёння. Гэта сапраудный островок творчасти, який сбирая под своим дахом молодых и талиновитых. На сегодняшний день, за последние два года, это более 50 дипломов лауреатов. На один только продюсерский центр, я считаю, что это достаточное количество. На 2016 году продюсерского центра «Ягу артыстов» велизарная колькасть планов и задумок. Усё ж юбилейный год павинен быть особливым. И один з перших подарунков. Гэта святочный концерт артыстов продюсерского центра «Артбиз». Прысвеченный творчасти народных артыстов СССР и Беларуси Уладимира Мулявина. Гоноровым гостем импрэзы стал песняр перших и составу «Виа песняры» Леонид Барткевич. Творчество Мулявина, творчество песняров, как уже все говорят, что это классика. И очень прекрасно, что наша молодёжь, молодые детки начинают петь вот эти песни, потому что это было, в принципе, и начиналось для пропаганды белорусской народной песни и вообще белорусских поэтов. Потому что у нас наша Родина прекрасная. Мы самые, как бы, по данным учёных даже, историков, самые славянские, самые чистые. Людмила Чарнецкая, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня разом с усветной супольностью Беларусь устроила Международный день музеев. 152 музея Беларуси ветлево отшиняют свои дверы на ведвольникам. На Гомельшине профессийное свято означают коля 200 супрацовников 26 державных музейных установ. Тысячи экспозиций и 12 тысяч экскурсий, полторы тысячи самых разноплановых культурно-массовых мероприемств. Такие суммарные выник их працы за год у Лишбах. Але в справе захований историко-культурной спадшины, патриотышного выховання их роля не оценная. По традиции у мая наведвольников запрашаются на акцию «Нож музеев». Музей майстроу под открытым небом уже наведали гости картины галереи «Горила Вашенки». Музей истории города сё лето раскрывал сокрыты кавальской справы. На гэтым тыдне эстафету пройме Гомельский палацово-парковый ансамбль. 20 мая тут пропануют неверогодное фантастичное шоу с множеством загадок. Для наведывальника урехтуются уникальная подорожа по растагодзі и сусветы. Треба означать, на Гомельшине музейная справа развивается, з'являются и новые установы. Приклад тому – самый молодый державный музей, пока Любецкий. Он был створен 4 года тому. На гэтым выпуск завершено. У студии працавала Маргарита Швукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok